12.06 в Кирове, дневной разворот продолжается. Владимир Сметанин и Юлия Афанасьева. Добрый день. Еще раз приветствуем вас. Юль, ты по специальности работаешь? Это был сейчас удар под дых. Под дых? Просто под дых. Ответь честно, не по специальности. Я тоже не по специальности работаю. Я экономист по специальности финансы и кредитов. Ну, может быть, когда-нибудь ты найдешь и применение этим знаниям и навыкам. Что значит «когда-нибудь»? Я его нашла уже давно. Нашла. А ты думаешь, в работе журналиста эти знания не нужны? Нет, безусловно. Мы же эти полиглоты или как мы? Многостаночники. Ты знаешь, я называю журналистов профессиональными дилетантами. Нужно понемножку разбираться во многих отраслях. Но при этом, наверное, все-таки нужно как-то самообучаться, самообразовываться. И вот в какой-то одной теме, в одной точке ее бить, наверное, все-таки нужно. Ты этим занимаешься? Есть история про ключевые компетенции, да? И есть история про дополнительные, да? То, что навешивается на эти ключевые компетенции. С основным направлением своего развития я уже определилась. А по допам я этим активно занимаюсь. То есть я активно учусь и активно вкладываю в себя, в самообразование. Так что я как раз, наверное, та самая целевая аудитория нашего гостя, которая в нашей студии сегодня находится. Да-да-да, вот так мы постепенно заходим в нашу вторую тему. Приветствуем в нашей студии Игоря Дубинникова. Это инвестор, играющий тренер технопарка «Сколково», который только-только сегодня прибыл из столицы. Игорь, добрый день, приветствуем вас. Да, добрый день. Добрый день. И почему мы тут говорим с тобой про самообразование? Про самообразование, про профессии, про будущее. Эта тема будет перекликаться и с темой нашего первого часа. Мы говорили о предпринимателях, о поддержке, о консультациях, о льготных кредитах и так далее. В общем, так серьезный очень разговор-то у нас предстоит о каждом из нас. Как нам определиться с нашим будущим, с тем, чтобы комфортно чувствовать себя в этом будущем, как работник, как сотрудник, как руководитель, как глава семейства, как мать и так далее и тому подобное. Давайте поговорим. Я вначале услышал вопрос, по специальности ты работаешь или нет. А это, кстати, наш опрос. Он есть на сайте, на нашей странице ВКонтакте. Очень все просто. Работаю. Выберите либо по полученной специальности, либо не по той специальности, которую вы получили. И на сайте, и на нашей странице ВКонтакте одинаковый результат. 60% голосуют за то, что не по специальности работают, а 40, соответственно, по специальности. Ну, это еще такая статистика, я бы сказал, очень хорошая. Потому что реальная статистика. Я, по данным Германа Грефа, год назад, вот он был в Сколково на выступлении, я услышал от него статистику, что 80% людей в первый год, когда выходят на рынок труда, работают сразу не по специальности. Из них вот этих... Имеется в виду выпускники высших учебных заведений и средних? В целом выпускники, которые заканчивают учебные заведения, выходят на рынок труда. 80% из них сразу идут работать не по специальности. А те 20%, которые идут работать по специальности, из них половина возвращается в течение первого года на рынок труда и тоже идут работать не по специальности. То есть 90% людей идут работать и работают не по специальности. А это вообще важно? На мой взгляд, нет. Кроме одного аспекта — потеря времени жизни. Годы обучения? Конечно, вот сами посудите. Когда ты получал эту специальность, да? Не только. Дело в том, что это не только эти 4 или 6 лет. Соответственно, мы сначала работаем или учимся 7 лет в садик, потом в 11 лет лишения свободы школы, потом, соответственно, 4 еще плюс 2, говорят, магистратура. Соответственно, к 25 человек, ну, как бы освобождается и типа должен определиться, как ему дальше жить. И, как правило, определяется он, ну, как получится. И как получится... Что найдет, что подвернется, где он... Да, дальше определяет его следующие плюс-минус 10 лет жизни. Ну, потому что там возникают обязательства, еще что-то. Семья, дети, надо кормить. Подожди, подожди, он только выпустился из института. Какие семья, дети? Многие уже семьи выпускаются. Это как поток, знаете, он раз и захватывает, и уносит. И потом так человек раз в 30-35 лет... Блин, что-то я делаю не так. Что-то пошло не так. Что-то мне неуютно, неконфортно. Кстати, некоторые в это время возвращаются к своей специальности. Например, как я. Я первую специальность получил учителя. Учителя чего? Технологии и предпринимательства. История и право я. Отлично. Коллега. Финансы и кредит. Хотя, здравствуйте. Я учитель. Здравствуйте. Так вот, для кого-то это возвращение приводит к тому, что он возвращается в свою профессию. Вот у Владимира Тарасова есть такое выражение, что сначала ты выбираешь путь, а потом путь выбирает тебя. Но эти 10-15 лет у некоторых людей проходят таким образом, что дальше приходится начинать с нуля. А большинство людей, с которыми я сталкиваюсь, ну прежде всего хотят не заниматься тем, чем они занимались до этого, и хотят себя попробовать в чем-нибудь еще. Я так понимаю, что разговор о предпринимательстве, который у вас был до этого, он в том числе и о тех людях, которые решили вдруг заняться, типа, своим делом. Построить свой бизнес. А откуда столько скепсиса? Нет, скепсиса вообще нет. Я наоборот считаю, что каждый человек по природе свой предприниматель, потому что он предпринимает что-то, чтобы жить. Поэтому, вне зависимости от формы найма, я считаю, что человек прежде всего должен определиться с своим делом. А современный мир позволяет ему эту полезность, если действительно он искренне определился, транслировать в любые города и страны. Не важно, чем ты занимаешься, даже если ты вышиваешь крестиком, если у тебя есть возможность с коммуникацией, а сегодня она есть, вопрос только твоего языка. Я бы тут немножко другую терминологию, наверное, использовал. Наверное, у каждого человека есть своя вот врожденная, вот эта в крови особенность... Предрасположенность к чему-то. Под себя окружающее пространство, да, подстраивать. Не у всех, нет. Не у всех? Да. По природе у человека есть творчество, как некая базовая комплектация. Другой вопрос, что со временем жизни наше окружение, семья прежде всего и система образования приводит к тому, что мы начинаем себя ограничивать. И в какой-то момент мы перестаём творить. То есть вы имеете в виду, что творить и самовыражаться — это одна из наших базовых потребностей, если не сказать главное? Это то, с чем мы пришли в этот мир. Это то, собственно, что позволяет нам быть счастливыми через деятельность, самореализовываться, получать радость и удовольствие от деятельности и от жизни деятельности. Потому что счастье, оно в деятельности. И без деятельности тяжело быть счастливым. Можно полежать несколько минут на диване, ну, может быть, несколько дней, но потом наступает апатия, и тебе уже что-то хочется. Так, друзья, давайте мы вообще объясним людям, почему мы тут сидим и обо всём об этом разговариваем. Пожалуйста, объясни. 22 ноября у Игоря Дубинникова, который сегодня в нашей студии, в Кирове пройдёт тренинг по самопроектированию. Я так понимаю, что это как раз история из разряда «познай себя». Не только познай себя, но и определить для себя, куда ты хочешь прийти. Дело в том, что в культуре нашей нет такого понятия, как проектирование своей жизни. Цели и полагания. Не только цели и полагания, а вообще начиная с видения. То есть к чему ты хочешь прийти по разным областям жизни. Дело в том, что мой 20-летний управленческий опыт, а я работал как по найму. На дядю. На дядю и тётю. На дядю и тётю. Ну, рано или поздно ты приходишь к тому, что ты понимаешь, что ты прежде всего работаешь на сам себя. И поэтому для меня, то, что я подчеркнул, что каждый предприниматель, каждый человек работает прежде всего сам на себя. А дальше уже вопрос в моменте, как он этот труд продаёт. Или он готов к риску, выходит и создаёт отдельную свою компанию собственную имени себя. Простите, вам в один прекрасный момент как-то чертовски жалко и обидно стало, что вы не во главе стоите, а под кем-то. Это к вопросу цели и полагания. Я всю жизнь стремился к тому, чтобы стать генеральным директором. И я стал генеральным директором. Это в каком возрасте у вас появилась, простите, такая мысль? Ну, скажем так, где-то, наверное, в лет 19-18 я так чётко определился, что я хочу быть генеральным директором компании. А дальше я начал простраивать какой-то путь, ну такой, рисовать на бумажке, на листочке. Собственной компании? Нет. Не собственной компании? Тогда идея собственной компании передо мной не стояла. Тогда стояла задача такая внутренняя, стать генеральным директором компании. Ну вот я смотрю сейчас ваш послужной список и вижу компании силовые машины Алексея Мордашова, ТГК-1, Газпром Энергохолдинг, НРЗ, пардон, Бориса Сингаревича, ТПлюс, энергетический холдинг Виктора Виксельберга. В общем, поработали вы на дядю. Ну, конечно. На разных дядях. И, кстати, с Кировым я знаком по ТПлюс, потому что один из филиалов находится здесь. И здесь я уже какое-то количество времени назад был. И мне город в этом смысле нравится. Люди, по крайней мере, если говорить о людях. Друзья, давайте на минутку прервёмся. Давайте. А потом больше как-то практики хотелось бы уже, да? Да. Людям дать, чтобы они вот сейчас онлайн, слушая радио, может быть, что-то смогли изменить. Мы дадим по управлению. Хорошо, давай. Хорошо, сейчас на полминуты прервёмся. Мы возвращаемся в эфир. Это «Дневной разворот». Владимир Сметанин. И Юлия Афанасьева. И с нами наш гость Игорь Дубинников, инвестор, играющий тренер технопарка «Сколково». Многие слушатели, наверное, сейчас зацепились, да, слухом? Играющий тренер. Поясните, пожалуйста. Дело в том, что для того, чтобы быть полезным своим командам, людей, в которых я инвестирую, а мой фонд «Триплэй Траст» — это инвестиции прежде всего в людей. Основная проблема стартапов — это стартаперы. То есть люди, которые хотят чего-нибудь замутить. Человеческий фактор. Человеческий фактор, он везде основной, а особенно основной на старте бизнеса. Потому что если человек, который что-то придумал, какую-то идею, чётко не определился со своей ролью, выполняет не свою задачу, ну, например, человек отлично изобретает какие-то устройства. И при этом он основатель бизнеса. Он не может быть капитаном команды, ну, по определению. Но при этом он называется генеральный директор. Как правило, это главное запирающее бизнеса в будущем. Потому что это будет основное ограничение. И вот, когда я говорю, что я играющий тренер, по сути дела, для бизнеса играющим тренером является председательство директоров. То есть главный наставник генерального директора и команды, который позволяет, во-первых, задавать планку амбиций и видения. Второе, создаёт эту команду. И третье, добавляет инвестиции в бизнес. Это стратег такой. Прежде всего, да. Сконцентрирован на стратегическом развитии. А играющий, потому что он всё время находится на той же площадке, на которой играет команда. Это не вариант, ну, вы там что-нибудь сделаете, я тут постою в стороне, потом приходите. Нет, это совместный бизнес. Вот, позвольте, я побуду немного скептиком. Тема вашего тренинга звучит как самопроектирование. Мы, кстати, не успели этого коснуться в предыдущем вопросе. Да. Ну, вот сейчас, наверное, коснёмся. Вот, Игорь, объясните, пожалуйста, когда, допустим, я иду учиться, ну, к примеру, да, там, маркетингу или писать тексты, там, или запускать рекламные кампании ВКонтакте. Это понятно. То есть я выйду с тренинга, и я буду уметь делать это, это, это и это. А самопроектирование, это вот так звучит, как будто немножко от лукавого. Что люди от этого получают? Ну, конечно. Вот мы коснулись частично нашей культуры, где не в культуре проектирования, я бы даже сказал, даже в строительстве, а в личной жизни уж тем более. Ну, потому что это воспринимается людьми как нечто такое западное, американское или ещё что-то. Потому что человек, который вдруг ни с того ни с сего говорит, куда он хочет прийти через пять лет, ну, для нас, для русских людей вызывает вопросы. Ну, как так, что это такое и так далее. А вместе с тем, если ты не знаешь, куда ты хочешь идти, к чему ты придёшь? Насколько ты можешь быть уверен, что ты вообще идёшь туда? Да. Поэтому, если говорить об этом тренинге, он возник как раз через то, что, работая в компаниях на руководящих позициях, первую часть жизни я очень много людей увольнял. И сталкивался с тем, что люди не понимают, чего они хотят. Они могли сказать, что они не хотят то, чем они занимались, но то, что они хотели бы, они не могут сформулировать. И, с другой стороны, я понял, что кроме меня, как работодателя, никто им не поможет осознать, а что же они могут хотеть. И вот этот тренинг самопроектирования, он получился внутри, потому что мне нужно было внутри компании, когда мне нужно было за один день помочь людям разобраться, кто они, куда они хотят идти. То есть не просто закрыть перед ними дверь, ну, закрыть, а открыть следующую. Открыть не просто следующую дверь, а я понимаю, что только если человек реально понимает, что он хочет этим заниматься, что он любит это дело, он доброволец изначально внутри этого. Только в этом случае он будет на работе высокопроизводителем. Его не надо будет мотивировать, ходить, махать флажками. Если ты при этом предложишь ему место для самореализации с интересными задачами и еще, естественно, с ним договоришься, это будет справедливое вознаграждение, идеально. И вот самопроектирование получилось внутри корпорации. И вопрос, что люди получают внутри. Первое, естественно, мы занимаемся простой самодиагностикой. Мы разбираем последние 10 лет жизни, потому что, как правило, ответы на вопрос, чем заниматься дальше, находятся в нашей экспертности, в наших достижениях. Люди, как правило, дисконтируют свои достижения, не осознают до конца свои сильные стороны, не понимают свои, соответственно, ошибки и не извлекают из них уроки. Вот эта небольшая саморефлексия в течение часа на тренинге позволяет четко сложить свои предыдущие 10 лет, свою экспертность и понимание своих сильных сторон и талантов. А вы объясните мне, зачем человеку ради этого идти на тренинг? Он что, сам не может себе на эти вопросы ответить? В том-то и проблема, что не может. В том-то и проблема, что нужно в внутренний разговор смоделировать. Нет времени на это, лень, нет какой-то методики знаний. Первое, нет привычки. Привычки. Нет привычки вообще осмыслять жизнь. У нас, ну, уважаемые слушатели, проверьте у себя, в вашем ежедневнике, у вас есть, ну, хотя бы час времени на себя в жизни? У вас есть ежедневник? Я уверен, что ежедневник практически есть у всех. А что значит час времени на себя? Объясните. Это значит, что в это время тебя ничего не отвлекает от мыслей о себе. И ты в это время можешь взять и подумать, окей, а какие у меня сильные стороны? А вообще, куда я хочу прийти? А чего я хотел достичь, а у меня не получилось? А чего я уже достиг? И ты берешь и начинаешь, и это, внимание, еще очень важная практика, которую люди после школы забывают, и после вуза писать. То есть открыть тетрадь и начать писать, например, 10 своих достижений. Вот, ладно, люди, которые занимаются бизнесом, там, продажами, там, могут написать, там, я увеличил продажи во столько-то раз, и еще что-нибудь. А что может написать себе медсестра? Вот у меня, например, на одном из тренингов была медсестра. И, естественно, она, а что, я просто работаю работу. И что она в итоге написала? Выписала столько-то справа. Она вспомнила, сколько жизни она спасла. Она вспомнила, сколько жизни она не спасла. Вот есть с Кевином Костнером фильм «Спасатели», когда там молодой спасатель, там, уже взрослому задает вопрос, а типа, а сколько ты спас, сколько у тебя на счету? Он говорит, там, 9, такой, да ладно, 9 я не спас. То есть вот это осмысление и нахождение для себя, я извиняюсь за тавтологию, смысла деятельности для любого человека, неважно, он столер сегодня, медсестра или бизнесмен, по-другому раскрывает его суть и полезность и включает его энергию. А для этого необходимо завести практику вот этой вот самоосознанности этого разговора с самим собой. У большинства людей просто нет такой привычки. Ну, хорошо, вот она поняла, что спасла там 20 жизней, а дальше-то что? А прикол в том, что дальше, вот конкретно этот человек, Наталья, она приходила с запросом, я хочу открыть свою кофейню. Ну, все хотят открыть свою кофейню. Ну, что-нибудь открыть, в общем, свое, что-то свое. Внимание, кто еще не открыл свою кофейню, да, касса свободная. Это к вопросу о первом часе, кем мечтают стать мальчики. Мальчики, да, я приводил, да, результаты опроса, проведенного в 13-м году еще в России, мальчики, подростки, мечтают стать бизнесменами. Да, но потом через три года... А девочки звездами хотят стать, просто звездами. Ну, конечно, бизнесменам должна быть своя звезда. Все гармонично в этом мире. Я думаю, мир не изменился со времен, начала времен. Кстати, в то же время американские подростки мечтают в основной массе быть спортсменами. Понятно, потому что там индустрия спорта и заработок спортсменов превышает заработки некоторых бизнесменов или большинства бизнесменов. Ну, так вот про медсестру, да, которая кофейню хотела открыть. Представьте себе разницу между человеком, который пришел и говорит, я хочу открыть кофейню, я хочу уже уйти с этой работы. И после этого... А сколько лет ей примерно? Значит, 43. Так, мы не доберемся так до сути. Нет, нет, нет. Просто возраст тоже очень много значит. Безусловно, возраст важен, но еще раз, отдельная тема про возрастные аспекты. Они, на мой взгляд, не имеют значения. Потом, если вы захотите, я объясню, почему. Да, соответственно, и через буквально это осознание человек говорит, так, мне две недели назад предложили стать старшей медсестрой. Я понимаю, что я могу передать вот этот опыт другим о том, как так помогать пациентам, чтобы они получали эту поддержку, если как минимум, да, как максимум вообще выздоравливали. И она принимает, и говорит о том, что она принимает предложение стать старшей медсестрой. А как же открыть кофейню? Все, нет такой темы. Человек просто осознал для себя, вдруг, это только он сам мог сделать, это невозможно ему навязать. Можно только смодерировать этот разговор. Вот, что люди делают на этом тренинге за один день? Я собрал абсолютно практические инструменты, которые позволяют любому человеку в возрасте от 20 лет до, ну, самому старшему на тренинге было 76, но где-то хорошо до 55, за счет этого внутреннего диалога, который я модерирую, ответить на ряд вопросов и на выходе сказать по 15 областям жизни, что человек хочет видеть у себя через 25 лет. Так вот, подождите, а если бы ей не предложили стать старшей медсестрой? Она вспомнила, что ей предложили, а так у нее было решение остаться заниматься тем, чем она занимается, потому что она для себя открыла смысл этого. А до этого она просто ходила на работу. Все равно немножко недопоняли, да, видимо, с тобой мы, Юль? А кофейна-то что это была? Это блажь была какая-то у нее? Это навязанное социумом на сегодняшний день то, чем должен заниматься человек. Я медсестра, а я неуспешна. Ну, если я медсестра, у меня должна быть своя кофейня, потому что я же хочу там типа бизнесом заниматься. А потом, когда человек всего лишь навсего побыл с собой какое-то время, объяснил сам себе, почему медсестра это то, что для нее важно, не потому что это вот сегодня или завтра, а вообще. И все. А может быть вы лишили человека мечты? Вот то большинство подростков, которые мечтают бизнесменом, это навязано как раз таки. На мой взгляд, нет. Да почему? Бизнесмен, человек дело. Дело. Ну, хорошо. Вопрос же не в том, ты человек дело или все люди дело. Какое твое дело? Основной вопрос. В какой области ты хочешь стать бизнесменом? Или бизнес-леди? Бизнес-то в чем? Я так понимаю, что вот история с вашим тренингом по самопроектированию, это ответы на какие-то свои внутренние вопросы. Которые у тебя есть или нет. Или нет. Но я сделаю так, что они появятся, и ты на них ответишь. И ты на них ответишь, даже если не на тренинге. Так получается, что самое назойливое насекомое, как в фильме «Начало с Ди Каприо», это мысль. Единое, что попав в голову, уже из головы никуда не уходит. Я обожаю этот фильм. Я его пересматривал раза четыре. Так вот, я делаю так, что люди уходят с вопросами, и дальше они не могут не ответить на эти вопросы. Потому что это очень конкретные и четкие вопросы, которые действительно человеку интересны. А если вопрос сформулирован правильно, то рано или поздно человек отвечает на него. Я стараюсь сделать так, чтобы за эти девять часов тренинга человек ответил на все эти вопросы. А почему самопроектирование называется? Потому что, когда ты говоришь, чего ты хочешь, когда появляются цели, то тогда, помимо того, что проясняется путь, ты как самонаводящаяся боеголовка. Большинство людей, которые проходили тренинг, а я веду его уже больше пяти лет, они говорят, Игорь, блин, я писал это, ну и думал, блин, какую фигню я пишу. И это произошло со мной. Недавно из Нижнего Новгорода одна из моих бывших работниц прислала мне фотографию. Она уже девушка тоже, там, перешедшая рубеж по возрасту. Я сейчас бить буду людей в этой студии. Для меня важно подчеркнуть, потому что для большинства женщин, условно говоря, в районе сорока, иметь еще там одного ребенка, это, ну, какой-то такой вызов. Подвиг уже такой. Помимо того, что это подвиг, помимо этого еще и физически это очень тяжело. Не говоря уже о вынашивании, я имею в виду даже забеременеть. И вот она присылает мне фотографию, себя с коляской и пишет, я тебя благодарю. На том тренинге там в таком-то городе я, когда это писала, я думал, блин, ну что я пишу? Врачи говорят, что нет, это не то, это нет. И это произошло. Это произошло за два-три года. Как раз ровно то, что в этой таблице, где я написала эту стратегию, в этой области жизни, она как бы сама себе нарисовала. Поэтому, еще раз, из-за того, что мы не думаем о том, чего мы хотим, из-за того, что мы сами себе в этом не признаемся, не фиксируем это. Из-за этого мы в целом несчастливы, потому что, ну, что-то как-то не так. А что так ты хотел? Скажи. А вы уверены, что это вообще взаимосвязанное событие? Абсолютно. Давайте-ка уйдем на рекламу и через пару минут вернемся. Мы скептически сегодня настроены у нас. Ну, давай продолжим. Все нормально. Очень скоро. На день. Мы возвращаемся в эфир, да. Беседуем с нашим гостем. Ни на минуту не прекращаем. Игорь Дубинников, инвестор, играющий тренер технопарка Сколково. Мы решили сейчас в перерыве... Разбираться с моей жизнью. С твоей жизнью. Ну, вот давайте, да, на примере. Просто Игорь обещал конкретные примеры, упражнения дать. Да, давайте на примере. И вот есть человек, да, который хочет в своей жизни что-то поменять. Можно показать на меня пальцем. Мне кажется, я там под это, в принципе, подхожу. И такие экзистенциальные вопросы, а тем ли я вообще по жизни занимаюсь, они все равно присутствуют. Ну и, собственно, что он должен дальше сделать? Ну, есть такой глубокий формат, как мы это обсуждали в предыдущей части, когда ты действительно глубоко погружаешься, анализируешь свои сильные и слабые стороны и так далее. Самый простой способ вообще понять, тем ты занят или нет, это пройти такой небольшой тест. Давайте. Юля, Афанасьева, внимание. Пусть слово «тест» не смущает, но как бы по-другому, я думаю, упражнение... Исправишься ли тебе подсказывать? Можно я возьму звонок другу? Помочь зала до 50 на 50. Допустим, утром юрист принес завещание. Это тот самый счастливый случай, когда ты из завещания узнаешь о существовании дальнего родственника. Американской бабушке. Кого-нибудь. Героине всех анекдотов. Да. Давайте. Но это не тот вариант, когда тебе приходят из Африки утром сообщения, что за 100 долларов тебе завещано что-нибудь. То есть это настоящее завещание и настоящий юрист. Соответственно, там есть определенные условия. Первое условие — нужно бросить работу. Для того, чтобы получить наследство. И год чему-то учиться. И запиши, пожалуйста, отфиксируй, чему ты будешь учиться год. Я обычно даю... Если ты выбираешь этот вариант. Учиться. Нет, если ты выбираешь 18 миллионов долларов. Нет, тут нельзя выбрать. Если ты хочешь получить эти деньги по условиям этого упражнения, тебе нужно выполнить условия. Первое. Бросить работу текущую. Да, и год чему-то учиться. И выбрать для себя направление обучения. Да, и вот я то же самое предлагаю сделать слушателям. Вот еще раз подумайте. У вас есть год. Вам не надо работать. У вас все оплачено. Все накормлены, сыты. Все хорошо. Вы будете учиться. Чему вы будете учиться, если у вас будет такая возможность? Год. Запишите варианты ответов. Ключевой момент — писать. Сколько угодно. Не более трех минут. Нет, а сколько угодно вариантов? Все, что влезет за три минуты на лист бумаги. Соответственно, это номер раз. Но у нас, к сожалению, сейчас не можем дать три минуты Юре, но она активно ничего не пишет. Но я накидываю. Я начала писать. Второй вопрос. Вам из 18 миллионов долларов выделили половину, то есть 9. И условие таково, что вам нужно эти деньги инвестировать. Инвестировать во что-то полезное для людей. То есть ходят какие-то стартаперы, мутят бизнес. Что-то делают полезное для людей и этого мира. Вопрос. Во что вы инвестируете? То есть в какое дело вы инвестируете 9 миллионов долларов? На всякий случай, это не отпилить, это не купить недвижимость, это не положить в банк. Это действительно инвестировать. Инвестировать в чей-то бизнес. То есть не акции купить. Газпром, до свидания, да. Черт. Да. То есть чтобы деньги реально работали. Деньги реально работали. И есть маленький нюанс здесь в оговорке, как обычно. Ты не получишь никаких дивидендов и выгоды от этого. Получат люди. Но механизм инвестиционный. Это не благотворительность. Просто раздал бедным или еще что-нибудь. Это вторая часть задания. И третья. У тебя остаток 9 миллионов долларов. Все, они твои. Что ты будешь делать? Как ты будешь жить? Чем ты будешь заниматься? Вот люди отвечают на эти три вопроса. Дальше я спрашиваю. Отлично. А сегодня чем вы занимаетесь? Человек пишет четвертый ответ. И если первый, второй, третий и четвертый ответ совпадают, ты занят своим делом. Поздравляю. Если начинается какой-то нестык, то есть повод задуматься. В чем смысл этого упражнения? В том, что люди, мы так устроены, что мы каждый раз говорим, вот мы сейчас заработаем денег, и тогда, а потом мы займемся чем-то. Когда мы в этом упражнении убираем деньги за скобки, они у нас есть, мы начинаем говорить правду. И даже самые немыслимые ответы, которые у нас получились, может быть, на первый взгляд, окажутся подсказкой к тому, чем имеет смысл заняться. А если мы еще проанализируем свою предыдущую экспертность в достижениях в свои сильные стороны, то тогда уже на стыке этого можно говорить о своем будущем. И тогда я, например, когда смотрю на эти ответы, я обычно человеку помогаю соединить. У меня самый любимый пример. А вы им говорите, где взять эти 9 миллионов долларов? В смысле? Зачем? Дальше следующий вопрос, как заработать 9 или не 9, это уже десятое дело, потому что из опыта я знаю, из своего личного, что ставить доходы в цифрах, я хочу 10 или не 10 миллионов долларов, это в том числе определенное ограничение. Нет, секундочку, я не об этом. Но вот у человека есть мечта. Давайте уже мы начали говорить про пресловутую кофейню, открыть кофейню. 9 миллионов долларов, окей, их хватит на 10 кофейн. Сеть кофейн. Сеть кофейн, да. Самое удивительное, если этих денег нет, где их взять? Самое удивительное, что во время этого упражнения как раз Наталья отказалась от своей кофейни, потому что во время этого упражнения кофейни не возникло. То есть у нее все сошлись, вот эти полноценные. Да, конечно. То есть вот ты спросила по поводу того, а как, откуда, почему, ну просто в процессе тренинга, когда человек идет шаг за шагом, он в какой-то момент понимает, что с темой кофейней как-то нелогично, потому что если до этого была тема кофейни, а тут нет вообще ни одного упоминания о кофейне. Просто ни одного. Вообще ни одного. Ну хорошо, вот по итогу этого упражнения человек понимает, что занимается не своим делом. Да. И на реализацию, ну какой-то своей мечты, да, ему нужны деньги. Где их взять? Следующий вопрос. Как правило, для реализации своей мечты необходимы не деньги, а осознание тех достижений, которые у тебя были в предыдущей части жизни. Мы сейчас говорим о людях, которые уже, ну, пожили какое-то количество времени. Мы с вами пожилые люди. Уже пожили. В смысле, там, нам не 12 лет. В этом смысле у нас есть предыдущий опыт. Пошла отрабатывать хук справа. Пожилые, пожили. Ну, вот что ты, язык наш такой. Вот, поэтому вопрос дальше, следующий, это, если ты хочешь, ну, я не знаю, спасать китов. Ну, вдруг тебе захотелось этим заниматься. Открыть кофейню, Игорь. Открыть кофейню? А, ты все решаешь. Так это самое простое. Ты берешь, покупаешь франшизу какого-нибудь даблби или там еще чего-нибудь, открываешь себе кофейню. Потому что она просто... За полмиллиона рублей можно по-моему сделать. Франшиза стоит, ну, например, миллиончик. Где деньги? Отлично. Значит, как правило, если у тебя на этот момент не накоплен капитал... Да, представляете? Всю жизнь медсестрой работала, зарплата маленькая. Если твоя действительно мечта открыть кофейню, если ты именно это определила, то, на мой взгляд, самое простое для того, чтобы ее перепроверить после медсестры, это пойти поработать в найм в кофейню или в ресторан. Куда-то для того, чтобы понять бизнес изнутри. Потому что взять ни с того, ни с сего, открыть кофейню, не факт, что, во-первых, это твое, а это будет только гипотеза. И, кстати, тут не надо бояться, если ты уже для себя вывел, что ты хочешь именно этим заниматься, не надо бояться делать шаг предпринимательности, ошибаться. Ну, то есть проверить свою гипотезу, да? Безусловно, конечно. Поэтому это может быть работа медсестрой, а потом поход в кофейню, работа бариста и так далее. Может быть внутри заведения, которое называется лечебное учреждение, открыть какой-то пункт выдачи кофе, я не знаю. То есть это уже может набор идей о том, как это реализовать и вплести это в свою жизнь. Но в режиме мне нужен миллион, я пойду сейчас, найду где-нибудь миллион. Да, я пойду сейчас с самым бизнесменом. Самый простой способ в данном случае, если человек выберет этот, это продать свою почку. Ну, потому что их две. У меня их две, одна же совершенно не нужна. Нет, она нужна, но если ты хочешь сразу миллион, то чудес нет. Если у тебя нет человека с завещанием, нет накопленного до этого капитала, то тебе придется чем-то пожертвовать. Я, кстати, людям, которые к мне приходят за инвестициями, обычно у меня два вопроса. Вы спрашиваете, готовы ли вы продать почку? Не продать, а отдать. Отдать? Да, вложить свой бизнес. То есть вот смотрите, приходит человек, говорит, я хочу вот это, но мне не хватает денег. Я говорю, супер. Первый вопрос. Ты хочешь, чтобы на твоем могильном камне было написано вот это, то, что ты этим занимался? Ну, то есть до конца жизни хочешь этим заниматься? Человек говорит, нет, до свидания. Я хочу этим заниматься. Отлично. Ты готов продать свою почку? Нет. До свидания. До свидания. Ну, потому что, еще раз, заниматься бизнесом за чужие деньги, это прикольная история. Почему я должен вкладывать свои деньги в твой бизнес? А кредит? Кредит, но, на мой взгляд, не самый лучший способ открытия бизнеса за кредит, потому что большая вероятность того, что бизнес может первый прогореть, а кредит останется. Поэтому я не зря озвучил тему капитала. в компаниях, в которых я работал, рабочие умудрялись при средней зарплате в 20 тысяч рублей откладывать 5 тысяч рублей откладывать каждый месяц. Поэтому вопрос накопления денег и в какой-то момент их вложения в свой этот эксперимент оправдан. Так, опять же, мы не мыслим обычно. Мы обычно считаем, что если мы занялись каким-то делом, то кто-то должен вложить какие-то инвесторы денег в это. А если сам не готов, то, как правило, никакой инвестор в это не будет готов вкладывать. Самый простой способ для медсестры, еще раз, для перепроверки своей идеи, поработать в кофейне, убедиться, что это твое. Самое удивительное, что если человек до этого не болел кофе, не изучал сортов, если его вообще не втыкает тема кофе, то странное желание открыть кофейню. Я так скажу. Игорь, скажите, наверное, последний вопрос, он уже пару минут остается буквально. У меня уже два стакана выпитых. Я как сторонник мнения, тебе понятно, откуда кофе тема. Я сторонник мнения о том, что жизнь, она удивительно многогранна, а у нас как-то все просто четко получается. Либо своим делом занимаешься, либо не своим. У вас в вашем опыте были какие-то тяжелые, какие-то сложные случаи, когда не все так однозначно. Понимаете, о чем я говорю? Я понимаю. Но неоднозначно. В каком смысле? Ну, вроде он своим занимается, а вроде и не своим. Не может определиться, да? Не может определиться, может быть, да. Вот те люди, с кем я сталкиваюсь, учитывая, что я им помогаю разобраться, нет такого, что мы с кем-то не разобрались. Поэтому у меня вот такого случая, прям привести пример, что человек там завис и остался в этом, практически, я так не вспомню, навскидку. То есть всегда, если человек озадачен, у него есть запрос в чем-то разобраться, он всегда может разобраться. Ну, там самый распространенный вариант, когда человек приходит, или ты сталкиваешься с основателем бизнеса, который устал от своего бизнеса по причине того, что он занимается просто не своим делом и не своей ролью. Еще раз, например, инженер отвечает за продажи как генеральный директор, и он получается, и продукт не разрабатывает нормально, и с другой стороны бизнес не продвигает. Из-за этого вот он весь в долгах, в кредитах и так далее. Не вставляет, в общем, его эта тема. Не вставляет, именно потому, что он не занимается своей ролью. То есть он вынужден заниматься чем-то по инерции, потому что он придумал бизнес, открыл компанию, и вот он генеральный директор, поэтому он должен этим заниматься. И когда ты с ним вместе определяешь, что оказывается, его больше всего прет от разработки, от продукта и так далее, то дальше он находит себе партнера в виде генерального директора, который в основном ориентирован на продажи, и бизнес начинает расцветать. Спасибо большое. Очень бы хотелось продолжить разговор. Очень интересно. Но завершается время программы «Дневной разворот». Благодарим Игоря Дубинникова. Ну что, берем с сегодняшнего дня за правило час уделять себе и анализировать. Спасибо большое. Ты знаешь, я на самом деле это делаю. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин